Всем привет! Вы на YouTube-канале Ходорковский Лайв. Меня зовут Богдан Бакалейко. И самое время для программы «Курс», где мы разбираем главные экономические события минувшей недели. Ну и прежде чем мы начнем, я вас по традиции попрошу, поставьте, пожалуйста, этому выпуску лайк, также подписывайтесь на YouTube-канал Ходорковский Лайв. Ну и давайте же уже начинать. В нашей студии Сергей Владимирович Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте. Добрый день, Богдан. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Сегодняшнюю дискуссию хотел бы я с вами начать с Владимира Путина. Пулитерский лауреат Томас Фридман написал о нем следующее, что Путин самый опасный дурак в мире. Он не может не выиграть, не может не проиграть, не может остановиться. Вы согласны с Томасом Фридманом здесь? Всегда, когда анализируешь Путина, то самое опасное – это переходить на личности. И пытаться выяснить, что у него не так в личной жизни, что у него не так с мозгами, какими смертельными болезнями он болеет, какие операции мы провели. При том, что большинство людей, высказывающихся на эти темы, если не все, то они с Путиным либо не встречались, либо никогда в жизни, либо последние лет 10. Поэтому мне не нравится обсуждать личность Владимира Путина, мне не нравится обсуждать, является ли он дураком, является ли он дебилом, является ли он умалишенным. Я точно совершенно его не встречал последние 20 лет, и, собственно, я не скрываю этого. И, естественно, я не обладаю достаточными медицинскими познаниями, чтобы как-то квалифицировать. Тем более, что понятие дурак, оно, в общем, не определено в науке, и достаточно почитать русскую народную сказку про Ивана Дурака, про Емелю, который на печке сидел. В общем, выясняется, что понятие дурак, оно не очень однозначное. Может быть, иногда в разных ситуациях оно выясняется, что может даже играть на пользу тому, кому этот ярлык привешивается. Но в чем я согласен с Томасом Фридманом? Это в том, что решение Путина о вторжении в Украину, оно не может быть объяснено никакими рациональными целями. То есть оно не подкреплялось фактической ситуацией. То есть анализ, скажем так, внешний анализ, опирающийся на ту информацию, которая доступна всем, а не на ту информацию, которая лежит в папочках Владимира Путина, предсказывала о том, что эта операция будет неуспешной. План военной операции, который Путин попытался реализовать, был неудачным, потому что опирался изначально на неадекватную информацию, неполную информацию, искаженную информацию. И понятно, что начиная план А, что Фридман об этом пишет, что захватить Киев и заменить Зеленского, условно говоря, на Януковича, он, собственно, на этом и заканчивался. И в этом отношении, я всегда вспоминаю фразу Остапа Бендера, что ход Е2, Е4 не грозил ему никакими осложнениями, дальнейшее виделось ему в тумане. Вот про Владимира Путина и про вторжение в Украину можно четко совершенно использовать эту фразу из Ильфа и Петрова. И, на мой взгляд, вот это является характерной чертой Владимира Путина, причем характерной чертой его политики. И это можно наблюдать практически с самого начала его политической карьеры, то есть в тот момент, когда он стал исполняющим обязанностям, или там президентом уже был избран, и в 2000 году, то он неоднократно принимал некие тактические решения, которые приводили к сиюминутным победам, но в дальнейшем создавали огромные проблемы для страны, во главе которой он стоял. Ну, начиная с того, что он едва ли не самым первым решением решил ликвидировать в России Федерацию, разогнал Совет Федерации, переучредил его, а потом еще и прислал себе право сначала увольнять губернаторов, а потом еще назначать губернаторов. И понятно, что управлять страной самой большой по территории в 11-часовых поясах с огромными географическими, национальными, культурными и прочими всякими особенностями, находясь в одном единственном кабинете, ну, даже государь-император, который считал себя владелем, как властителем всей Аруси, да, собственником всей Аруси, он себе такого не позволял. Там была достаточно высокая степень автономии в национальных окраинах, в губерниях. Ну, правда, там можно говорить, что это способствовало медленное общение, да, что любые императорские указы, наверное, вплоть до изобретения телеграфа в конце 19 века, они могли там неделями маршировать до каких-то удаленных губерний. Но, тем не менее, тем не менее, вот если читать, там, мы, Николай II, там, самодержицы и так далее, и так далее, то мы видим, что там куча всяких разных образований на территории России, которые, на самом деле, режим существования каждого из которых немножечко отличался от другого. Может быть, совсем чуть-чуть, а может быть, достаточно сильно. Вот, ну и дальше этот набор можно продолжать. Путин в 2003 году, в 2000 году, в 2001, национализировал НТВ, да, и, соответственно, поставил, превратил массовую информацию в такую государственную собственность, точнее, собственность правящей партии, правящей группы лиц, и, соответственно, постепенно начал бороться. Дальше, идя по этому пути, он ликвидировал свободу слова. Потом Путин, как это называется, конфисковал ЮКОС, посадил Ходорковского, и чем, ну, на самом деле, настолько сильно напугал российских бизнесменов, что они поняли, что никогда ни за что они не будут участвовать в политической жизни. Ну, кроме того, Путин показал всем, что в России права собственности, ну, фактически не существует, что по его решению любой человек может лишиться своей собственности. Ну, и так далее, да, мы можем продолжать вот этот анализ длинный, ну, я считаю, что можно уже остановиться, потому что понятно, что вот любая его операция, фактическая, которая приводила к сиюминутным выигрышам, она оборачивалась вот комом последствий негативных. И вот этот ком продолжает, продолжает, продолжает накапливать силу. Собственно говоря, и чем дальше Путин идет по пути своего президентства, чем больше он делает вот таких вот стратегических ошибок, тем больше ком проблем, которые нужно будет в какой-то момент решать тем, кто придет к власти после него. Вот, поэтому, да, с этим можно согласиться, но единственное, что, опять я повторюсь, да, что это не связано с тем, что там Путин умалишенный или не умалишенный, дурак или не дурак. Мне кажется, что значительным фактором является очень, грубо говоря, необразованность. Вот если у человека отсутствует достаточное знание о человеческой истории, о культуре, о политике, о политологии, если у него советники соответствующие, такие же, которых он себе подбирает, если упор делается на сотрудников спецслужб, у которых всегда есть, в любой стране искаженный взгляд на окружающую действительность, то не нужно удивляться тому, что многие решения выглядят для нас странными. Вот, но, собственно, на этом, наверное, можно остановиться. Да, Сергей Владимирович, я, конечно же, ни в коем случае не хотел разбора вот этой эмоциональной части, да, статьи Томаса Фридмана. Я бы больше вот хотел разобрать вот как раз вторую часть, где он говорит, не может проиграть, не может победить и не может остановиться. Я, конечно, понимаю, что мы не можем знать, что будет в будущем, но вот эта вот такая апатичная ситуация, она выглядит довольно правдоподобной. Даже с учетом того, что мы с вами обсуждаем каждую неделю, что, да, действительно, экономика России довольно мощная, и, ну, конечно, это не то, о чем можно мечтать, но, тем не менее, она не разрушается вот так, как нам говорили об этом год еще назад. Ну, Богдан, я никогда не говорил, что экономика России разрушится в результате санкций, и поэтому меня можно из этого лагеря вычеркнуть. Я всегда говорил, что нужно сначала посмотреть, как санкции будут работать, а потом говорить о том, работают они или нет. На самом деле, давайте так, тогда уж вот если про военную ситуацию, опять, я не являюсь военным экспертом, я не обладаю какими-то стратегическими знаниями, у меня нет доступа в украинский генеральный штаб со всеми планами, но я очень хорошо понимаю, собственно говоря, это было одним из факторов, почему накануне 24 февраля прошлого года, я говорил, что, с моей точки зрения, вторжение в Украину, оно нерационально. То есть мне казалось, что Путин рациональный политический игрок, и поскольку мой анализ показывал, что издержки для России существенно превышают те приобретения, которые могут быть, я считал, что это решение не случится. В чем, вот задача, вопрос, да, в чем может выглядеть для Путина окончание войны, победа, которую он может предъявить себе, себе самое главное. Российскому населению можно как победу продать все, что угодно. Даже если российские войска уйдут с оккупированных территорий, при этом с Украиной будет подписано какое-то соглашение, то Путин может сказать, Украина согласилась на все наши требования, мы победили, нацизм разгромлен, телевизионные каналы радостно проорут на этом, и народ выпьется и радостно скажет, ну, слава богу, все это закончилось. И, в принципе, там никто не будет спорить с Путиным, победа это или поражение. Большинство населения, оно не хочет влезать в вопросы внешней политики, не хочет в них разбираться. Если Путин сказал, что это победа, значит победа. И здесь вопрос не в том, что продать населению, вопрос в том, что продать себе и тому узкому кругу окружения, которое сидит вокруг него, на которое он опирается. И здесь понятно, что, видимо, он для себя ощущает, что победа это капитуляция Украины и согласие Украины на то, что какая-то часть территории Украины будет принадлежать России, будет являться российской территорией, не обсуждая даже, где эта граница будет проходить. И, собственно говоря, подписание некого соглашения. Ну и дальше можно там наращивать хотелки, можно говорить, что Украина отказывается от вступления в НАТО, Украина отказывается от вступления в ЕС, ну и так далее. Вот, но глядя на то, как устроено украинское общество, глядя на настроение рядовых украинцев, я понимаю, что это невозможно. То есть на такие условия ни один из украинских политиков не согласится. И мы видим нечто похожее на примере Грузии, где казалось тому, что после победы Иванишвили на президентских выборах в Кремле были надежды, что вот пришел пророссийский президент, и сейчас он с нами все согласует. Прошло 15 лет, и по-прежнему ни один из грузинских политиков даже ему в голову не приходит сказать, что Южная Осетия – это часть России, ну или что это самостоятельное государство. И надеяться на это бессмысленно. То же самое с Украиной. Соответственно, вот победить, поставить Украину на колени, мы видим, что военной мощи России, ее не хватает. У России нет подготовленной сухопутной армии, и рассчитывать на то, что ее можно подготовить за 3 месяца, или там за 6 месяцев. Это же даже не то, дело не в том, что собрать там 100 или 200 или 500 тысяч человек, поставить их под ружье. Нужно иметь сержантов, нужно иметь офицеров, младших офицеров, старших офицеров, генералов, которые умеют планировать военные операции. А самое главное, их надо чем-то вооружить. А судя по тому, какие кадры приходят из Украины, то, в общем, видно, что современных вооружений у российской армии не появляется. И российский военно-промышленный комплекс, он очень успешно переваривает бюджетные деньги в большом количестве, сотни миллиардов рублей, даже триллионы рублей же. И счет идет на триллионы рублей. Но это никак не меняет соотношение сил. В то время как страны Запада, которые, западная коалиция, поддерживающая Украину, поставляют все новые, новые, новые вооружения, боеприпасы. Вот там на этой неделе Пентагон заявил о том, что еще на 1 миллиард 200 миллионов долларов закажут боеприпасов и их поставят в Украину. Соответственно, вот мы понимаем, что вот эта вот война на истощение, ну, можно, конечно, надеяться, что страны Запада устанут, но пока на это ничто не намекает. Можно надеяться на то, что в 2024 году в Америке победит Дональд Трамп на президентских выборах, и он изменит внешнеполитический курс. И как он здесь на днях заявил, самое главное сделку сделать и заключить мир. Дайте мне неделю, и я переверну мир. Дайте мне рычаг, и я заключу мир. Понятно, что он может надеяться на все, на что угодно, но мы слышали, опять-таки, на днях заявление спикера Палаты представителей Кевина Маккарти, что мы поддерживали и будем поддерживать Украину, республиканцы, и здесь никаких сомнений в этом быть не может. Поэтому верить в то, что Запад вот так вот резко возьмет и отвернется от поддержки Украины, я не могу. Соответственно, перемирие, о котором сейчас очень, на удивление, что называется, из каждого утюга говорится о том, что вот неплохо бы заключить мир, неплохо прекратить стрелять, человеческая жизнь, она дороже всего. Это все, конечно, правильно, но нужно хорошо понимать, что перемирие подразумевает остановку боевых действий там, где они есть. Да, вот на этой линии, и вопрос дальше, дальше что? Ну, я все время говорю, вот хорошо, представьте себе, что мы находимся 15 ноября 1941 года, и Гитлер предлагает Сталину перемирие. Немецкие танки стоят в 100 километрах от Москвы. Вот и что? Вот что нужно согласиться в этих условиях? Давайте прекратим стрелять и будем вести переговоры до Марковкиного заговения, кому принадлежит оккупированная часть Советского Союза. Ну, просто вот это выглядит настолько смешно. И понятно, что этот нарратив о том, что нужно заключить перемирие, он выгоден только Кремлю, потому что он дает вот для Путина некий такой выход. Он позволяет прекратить расходы на войну. Он позволяет остановить вот это растущее недовольство внутри его элит. Ну, там вчера буквально перед нашей с вами встречей вышел указ Путина о изменениях в национальной политике, в миграционной политике, где прямым текстом написано, что отток человеческого капитала из России достиг опасных пределов, что нужно немедленно создавать стимулы для того, чтобы его остановить. То есть понятно, что вот это не тот фактор, который влияет на жизнь России прямо сегодня или прямо завтра. Или в статистике он отразится, не знаю, в очередном месяце. Но понятно, что вот если миллион человек уехал из России, то это так или иначе на благослуживших перспективах России сказывается. Чем дольше идет война, тем меньше шансов на то, что этот миллион людей, уехавших из России, туда вернется. И поэтому действительно, вот Путин, знаете, в шахматах есть такое положение, цукцванг, когда любой ход ухудшает твое положение. Путина нет куда ходить. Он ничего не может. Он хотел бы, конечно, поставить Украину на колени, но для этого у него нет армии. Он хотел бы остановить войну, но никто на это, на нынешних условиях не согласен. Возможно, в Кремле есть какая-то фракция голубей, которую мы сейчас не знаем и которые выступают за то, чтобы увезти российские войска из Украины. Ну а что делать с Конституцией, где написано, что четыре оккупированные области, они являются частью Российской Федерации. Ну, в общем, короче говоря, да, да, Путина ситуация, она как это, хуже губернаторского, да. Ходить некуда. Любой ход, он приводит к новым проблемам. Понятно. Мне казалось, хуже губернаторского в России быть не может. Вы про Грузию вспомнили. Давайте тогда мы про Грузию поговорим. Владимир Путин на этой неделе вернул прямое сообщение с Грузией, авиасообщение. Скажите, какие здесь плюсы для одной и для другой стороны? Ну, как я понимаю, Россия видит в Грузии, видимо, страну, через которую можно будет обходить санкции. А вот для Грузии какие плюсы, я понять не могу. Потому что, ну, правящая партия говорит о том, что там экономика выросла на 10% за счет русских. Но она выросла за счет русских, которые бежали от Путина, а не за счет Путина. Или, может быть, я чего-то не понимаю? Ну, решение Путина о возобновлении прямого авиационного сообщения, насколько я понимаю, стало полной неожиданностью для грузинских властей. С ними никто об этом не говорил, их никто об этом не предупреждал. И они оторопело начали комментировать этот указ. Соответственно, я бы разделил здесь эту тему на две. Первое. Обычный человеческий уровень. Ну, не секрет, да, что между Россией и Грузией, между жителями России и жителями Грузии существует огромное количество человеческих связей. Многие грузины, жители Грузии, правильно, да, приезжают в Россию для того, чтобы, не знаю, на работу, заняться бизнесом, выстраивать экономические отношения или просто посетить культурные достопримечательности. Многие россияне летят в Грузию для того, чтобы отдохнуть у теплого моря, насладиться грузинской кухней, посмотреть на прекрасные Кавказские горы, возможно, даже покататься на лыжах, ну, и там выпить вина. Ну, куда же без этого, да, это же вообще святое. Ну, и в последнее время, соответственно, Грузия стала еще таким местом политического приюта. Вот, и здесь, казалось бы, да, казалось бы, что называется, такая беспроигрышная ситуация. Вот это решение о том, что можно летать самолетами без пересадок в каких-то третьих странах, но оно выглядит, ну, что называется, вообще приятным для всех слоев населения. Другое дело, что вот мы возвращаемся к теме о российско-грузинской войне 2008 года, об оккупации Южной Осетии. И мне кажется, что решение Путина, оно направлено на то, чтобы, как это, взрастить в Грузии пятую колонну. Да, то есть взрастить в Грузии поколение, новое поколение, не знаю, там, людей, новое поколение политиков, которые забудут про войну 2008 года. И что бизнес is usual. Да, давайте забудем. Давайте сделаем вид, что 2008 года не было. И сделаем все как обычно. Безвизовый режим, прямое авиационное сообщение. Мы сейчас еще какой-нибудь там построим дополнительный пограничный переход, сделаем там комфортные туалеты, сделаем комфортные зоны отдыха, Wi-Fi поставим на всем протяжении пограничного перехода. Ну, в общем, давайте забудем. Вот если вы не хотите признавать, что Южная Осетия является частью России или принадлежит, является самостоятельным государством, давайте мы эту тему опустим. Ее нет, ее не существует. Вы посмотрите, сколько хороших тем может находиться. Я бы вот этим объяснял. И, конечно, здесь грузинские политики, они попали в сложное положение, потому что, с одной стороны, если они будут упираться и возражать против того, чтобы российские самолеты летали беспосадочными рейсами в Тбилиси, в Кутаиси, в Сухуми, в Сухуми, в Батуми, вряд ли, наверное, можно летать. Это я погорячился. То, соответственно, они, как сказать, поступят вопреки интересам значительной части грузинского населения. Соответственно, а если они пойдут и скажут, ну, давайте будем летать, то получается, что они сыграют на руку Путина. Поэтому вот такой непростой политический выбор грузинские политики что-то должны будут решить. Ну да, здесь, я так понимаю, что политик в первую очередь. Хотя интересно про экономику. Действительно ли так, в такой же стране, как Грузия, сотрудничать с Россией для того, чтобы улучшать свои экономические показатели? Или это просто ловушка? Богдан, смотрите, есть такой предмет, называется экономическая география. И он... Соседи всегда, да. Она. И экономическая география утверждает, что при прочих равных условиях экономические отношения, экономические связи между соседними странами всегда сильнее, чем между странами, которые находятся на удалении друг от друга. Тем более, что по масштабам экономики, понятно, что грузинская экономика в десятки раз меньше российской. И влияние одного процента российского капитала, который имеется в России, он может, что называется, перевернуть весь инвестиционный климат в Грузии. И, конечно, объективно Грузия будет местом и бегства российского капитала, и местом страны, куда российские бизнесмены будут стремиться диверсифицировать свои вложения, потому что сейчас, ну, особо за пределами, что называется, сокращенного Советского Союза, и деньги-то вложить некуда, да. То есть, ну, поэтому Грузия всегда будет привлекательной, опять-таки, выход к Черному морю, опять-таки, это выход на границы, бурно растущая экономика. Грузия будет восприниматься как место убежища, да, для капиталов. Вот, и поэтому, конечно, вот Грузия, ну, она, там, в отличие от Турции, которая является таким хабом для экспортно-импортных операций России, Грузия стала в определенной мере финансовым хабом для многих обеспеченных или не очень обеспеченных россиян. И, конечно, Грузия будет, ну, опять, это не означает, что Грузия что-то плохое сделала, да, вот так у нее география устроена. И, конечно, Грузия выигрывает от того, что Россия попадает в изоляцию, Грузия выигрывает от того, что россияне сталкиваются с все большим и большим количеством ограничений, и что там в отпуск поехать некуда, и в Крым уже ехать страшно, да, ну, соответственно, да, конечно, Грузия будет выигрывать. Но опять, готовы ли грузинские политики заплатить вот такими долгоиграющими последствиями с тем, чтобы помочь Путину вырасти пятую колонну внутри себя? Ну, вот это интересный вопрос. Да, это, правда, интересный вопрос. И я, как человек, который бежал в Грузию, могу сказать, что население Грузии пока, по-моему, не готово сотрудничать с Россией. И мы видели, как принимали и отменяли законопроект об иностранных агентах в Грузии только потому, что вышло очень много людей в самой стране и отменили этот законопроект. Там эти институты пока еще работают. Давайте поговорим про другого соседа Грузии, это Турция. А там выборы и, в общем, оппозиция. Я вот даже не могу понять. Вы скажите мне, пожалуйста, действительно ли у оппозиции велики шансы выиграть, и Эрдоган может уйти. И если эта оппозиция выиграет, то чем это будет грозить для России? Ну, может ли Эрдоган проиграть? Да, может. И если посмотреть на статистику последних двух выборов, то, в общем, нельзя сказать, что Эрдоган побеждал с таким уж подавляющим преимуществом. В Грузии существует большой слой политически активного, богатого городского населения, которому не нравится то, что делает Эрдоган. Ему не нравится возвращение в Турцию. Извините, я вас поправлю. В Турцию, да, извините. Населению не нравится, городскому населению не нравится то, что страна становится все более и более религиозной, все более и более приверженцами ислама. Опора Эрдогана – это деревня, это бедное население, которое он поддерживает за счет бюджетных денег. И вот страна делится, условно говоря, очень грубо 50 на 50. И на самом деле шансы того или иного политика Эрдогана или его конкурента, они по большому счету зависят от того, кто из них сможет вытащить большую часть своих сторонников на избирательные участки. Поэтому может ли Эрдоган проиграть? Да, может, потому что выборы в Турции достаточно прозрачные, достаточно честные. Хотя говорят, что Эрдоган там тоже может что-то подкрутить, но пока таких свидетельств, насколько я понимаю, еще не было. Грозит ли это чем-то России? Трудно сказать. Ведь проще всего сказать, что да, мы присоединяемся к западным санкциям, да, мы готовы с вами сотрудничать, но танго танцует вдвоем, и мало того, что Турция заявит о том, что она присоединяется к санкциям. Ведь по большому счету, заявив об этом, Турция лишится значительной части, турецкая экономика лишится больших заработков, которые исчисляются, наверное, десятками миллиардов долларов, миллиардами долларов точно. А вопрос, готов ли Запад, готов ли Евросоюз, готов ли Соединенные Штаты Америки дать Турции что-то взамен. Ведь по большому счету, ну еще там 20 лет назад считалось, что Турция это страна, которая так успешно движется, может быть не очень быстро, но уверенно движется в сторону вступления в Европейский Союз. Ну как раз вот при Эрдогане этот процесс, ну сначала замедлился, а потом вообще остановился. Сегодня это даже не является какой-то, не то что среднесрочной, но даже как долгосрочную перспективу никто всерьез это не рассматривает. Понимая инертность, инерционность, точнее говоря, инерционность европейской бюрократии, европейских политиков, понимая, что у них сейчас голова занята немножко другими вещами, поверить в то, что немедленно после того, как в Турции Эрдоган проиграет, сменится власть, и тут же Евросоюз откроет все двери и скажет, Турция вперед, вступайте, подавайте быстро заявку, пока еще Эрдоган не переизбрался, мы там на следующих выборах, мы вас быстро примем, я в это не могу поверить. Да, и соответственно, вот перед новыми, потенциально новыми турецкими властями встает вопрос, что лучше, синица в руках или журавль в небе. Да, и вот уверенно утверждать, что Турция отвернется от России, что Турция станет таким прочным союзником западной коалиции, я, честно говоря, не готов. Ну, почему Турция, например, должна отказываться от получения российского газа, тем более платить за который нужен там только через год. Газпром находится в безвыходном положении, газ продавать некуда, и хотя бы в Турции его сплавить. Превращение, создание в Турции такого мощного газового хаба, входа в Европу, опять география, исторический Стамбул, это вот такое окно из Азии в Европу или из Европы в Азию. И, собственно говоря, на этом он вырос, на этом он разбогател, и на этом он живет, существует там тысячи лет. И, соответственно, газ из Ирана, газ из Ирака, газ из Азербайджана, газ из Туркмении, газ из Узбекистана, газ из России, газ из Сирии. Вот отовсюду, и чтобы попасть в Европу, и тот рынок, который потенциально весь этот газ может переварить, да, и можно пройти через Турцию. И вот почему нужно отказываться от тех возможностей, которые дает тебе география. Вот, поэтому я считаю, что независимо от того, кто будет президентом Турции, и независимо от того, какое правительство будет сформировано в Турции по итогам выборов, политические лидеры, они будут защищать интересы Турции. В первую очередь, да. И уже потом они будут думать, там, не знаю, об отношениях с Западом, нужно ли делать там шашечки или ехать. Вот, но поверить в то, что турецкие, новые турецкие, потенциально новые турецкие власти начнут стрелять себе в ногу и поступать вопреки своим национальным интересам, ну, я, честно говоря, не могу. Ну, понятно. Ну, то есть, достаточно, наверное, вот оппозиционному кандидату Ким Элью Кимыч Дараглу просто побороть инфляцию, то, чего не может сделать Радаган, и уже будет неплохо. А с кем он там сотрудничает, не так важно. Ну, победить инфляцию в Турции будет не очень просто, потому что страна адаптировалась к высокой инфляции, и многие научились на ней выигрывать. Для того, чтобы победить инфляцию, нужно поставить под нож бюджетные расходы, сократить социальные программы, и понятно, что это популярности политикам не добавляет. Поэтому повышение процентных ставок будет тормозить экономику, будет сдерживать экономическую активность, будет повышать безработицу. Ну, то есть, все правильно, да, конечно, оздоровление макроэкономической ситуации, оно для турецкой экономики, в среднесрочной перспективе это будет благом, но в краткосрочной перспективе это будет, можно нанести серьезный политический ущерб, но, знаете, как ситуация складывается достаточно удачно, если оппозиция выигрывает выборы, то у них будет там пара лет для того, чтобы вот эту программу макроэкономической стабилизации реализовать и снова восстановить стабильность, экономическую стабильность в Турции, а потом уже готовиться к следующим выборам. Да, ну и давайте, раз уж мы про инфляцию, поговорим про наш центральный банк. Он впервые в своем макроэкономическом прогнозе учел войну как вот фактор, который влияет на экономику. Там много опять показателей, давайте мы все их не будем разбирать. Мне вот интересно, как вам кажется, насколько серьезно и правильно учел центральный банк в этом прогнозе фактор войны. И есть вот такая тоже история в этом прогнозе точки роста, на чем должна расти российская экономика. Там в 22-м году за счет промышленного производства, это, видимо, производство этих танков, в 23-м году за счет потребительского спроса. Вот интересный вопрос. А в 24-м году за счет инвестиций, которые были сделаны в 22-м и 23-м году. Что это такое? Действительно, на рост в 24-м году можно будет рассчитывать за счет вот этого фактора. Богдан, понимаете, как это? В пианиста просьба не стрелять, он играет как умеет. И было бы, наверное, странно увидеть вышедшим из Центрального банка экономический прогноз, где все рассказывается эффекты войны на российскую экономику. Там же все упирается в сценарии. Первый сценарий – Россия побеждает в войне. Хорошо, Россия победила в войне. Что делать с оборонными предприятиями? Значит, оборонный заказ надо сокращать. Значит, бюджетные расходы будут сокращаться. Значит, экономика начнет тормозиться. Окей. Второй сценарий – война продолжается. Что делать с бюджетными расходами? Они будут расти, они будут увеличиваться. У нас будут пушки вместо масла или будет попытка масла и пушки одновременно. Тогда что делать с инфляцией? Вот на все эти вопросы, базовые вопросы, на самом деле же, экономический сценарий для России на ближайшие 2-3 года, он сильно зависит от политического сценария, даже военно-политического, не столько политического, а военно-политического. И здесь Центральный банк, он по большому счету никакой внятной, как сказать, концепции, не излагает. Он ничего не говорит, какой базовый сценарий с точки зрения прогнозирования. Поэтому то, что в прошлом году экономика росла за счет промышленности, тоже неправда, потому что она росла за счет военных расходов. Вот промышленность, она может расти, если кто-то покупает ее товары. Промышленность не научилась ничего такого производить, чтобы мы увидели на прилавках российских магазинов, или российский экспорт несырьевой резко вырос. Более того, мы, если посмотрим на статистику Росстада, то мы увидим кучу отраслей, которые попали под санкции, где падение исчисляется десятками процентов. Да, конечно, вклад этих отраслей в ВВП не очень большой, поэтому серьезно экономика на уровне макроцифр она не пострадала. Но с точки зрения совокупного спроса, вот если убирать военные расходы, то в принципе российская экономика столкнулась с падением спроса. Дальше возникают вот эти военные расходы. Сколько их было? Вот почему, так какой эффект военных расходов? Считает ли Центральный банк, что, не знаю, там те 700, дополнительные 700 миллиардов рублей, которые были профинансированы, военные расходы, там в третьем начале четвертого квартала, еще там столько же в конце четвертого начале первого квартала этого года, они будут дальнейшим двигателем роста? С какой бюджетный мультипликатор закладывается? Что может следует ожидать? Вот этого мы не знаем. Поэтому, как сказать, честный ответ, то, что в 22-м, начале 23-го года российская экономика росла за счет военных расходов. Что с ними будет дальше? Центральный банк молчит. Ну и дальше, если они, предположим, так или иначе война заканчивается, соответственно, военные расходы будут сокращаться. И российская экономика ожидает какое-то умножение ровно в тех секторах, которые быстро росли, при том, что никаких санкций мгновенно снято не будет, и, соответственно, никакого роста среди тех, кто пострадал под санкциями, тоже ожидать не следует. Но тезис о том, что в 23-м году будет расти за счет спроса населения, он звучит красиво, только нужно хорошо понимать, что в целом спрос населения вряд ли может расти существенно быстрее, чем растет экономика. Соответственно, если мы видим, что экономика будет расти на 1-2%, ну, видимо, и спрос населения будет расти настолько же. А если мы с вами посмотрим на структуру потребления, то есть что выпадало из потребления населения, то мы увидим, что существенную часть падения потребления населения в прошлом году это были потребления автомобилей. То есть в 19-м, 19-м, 20-м, 21-м годах продавалось 1,5 млн, 1,6 млн, 1,7 млн автомобилей в прошлом году их продано меньше 400 тысяч. Вот миллион автомобилей стоит огромное количество денег. Вот это был спрос населения. Можно спорить сколько покупало население, сколько покупали компании, но тем не менее это вот там был так или иначе был двигатель ВВП. Этого нет. И поверить в то, что население купит за один год миллион китайских автомобилей, ну мне как-то очень сложно. Соответственно вот эта часть спроса не восстанавливается. Значительная часть упавшего спроса это были поездки россиян за границу. Вот этот туристический бизнес. Он тоже рухнул. Вот. Восстанавливаться он не будет. Продукты питания, потребление продовольствия в прошлом году, в 22-м году снизилось там на 2 процента. Ну теоретически соответственно может вырасти на 2 процента. Но вряд ли это станет существенным двигателем, может восстановиться. А непродовольственные товары. Мы смотрим статистику. Стиральные машины в минус. Телевизоры в минус. Посудомоечные машины в минус. То есть все, что называется белая техника, это все пошло вниз. Смотрим на статистику строительных материалов. Облицовочная плитка, стекло, кирпич. Все в минус. Соответственно жилищное строительство там либо частное, либо корпоративное тоже будет идти в минус. То есть вот где центральный банк увидел за счет каких секторов будет наращиваться потребление населения, ну я пока ответа не нашел. Опять не означает, что этого не может быть. Вдруг там центральный банк что-то такое знает, что мы с вами не в курсе. Вот. Но так на поверхности этого не лежит. И понять логику. Звучит красиво. Звучит правильно. Там спорить с тем, что потребление населения должно быть двигателем экономического роста. Смешно. В Америке практически самый главный двигатель экономического роста это потребление населения. Но про инвестиции здесь уже занимается как девушка и динозавр. То ли инвестиции были, то ли их не было, то ли они не влияют. И вообще все это будет в 2024 году. До 2024 года экономическая ситуация в России там еще может пять раз перемениться. Потому что центральный банк прогнозирует сжатие сальдо текущих операций. Сжатие сальдо текущих операций в принципе должно вести к девальвации рубля. Девальвация рубля означает снижение импорта. Снижение импорта означает повышение инфляции. Казахстан оказался от параллельного импорта. Глядишь сценарий, что турецкие власти тоже скажут, что мы параллельный импорт не разрешаем. Ну и так далее. То есть столько много составляющих, что про 2024 год можно всерьез пока еще не говорить. Никто не знает, в каком состоянии российская экономика войдет в 2024 год. Поэтому звучит красиво. Я часто говорю, но это не может же центральный банк выйти сейчас в такой, как говорит Путин, напряженной социально-экономической ситуации и сказать, граждане россияне, в стране все хреново. Экономика еле держится. И достаточно легкого дуновения, как она начнет разрушаться. И мы не знаем, чего он делал. Ну конечно, доклад... Сергей Владимирович, на самом, извините, я вас перебью, но Владимир Путин так и говорит. Просто он говорит как политик. Был непростой год, а вы переводите уже как обычный человек. Его слова. Нет, нет, Богдан, Богдан, смотрите. То, что был непростой год, а впереди-то у нас еще лучше будет. Мы же говорим про доклад центрального банка, который о будущем. Ну, 31 декабря можно что угодно сказать. Вот, вот. Пока центральный банк говорит, что будущее наше будет прекрасно. Сергей Владимирович, вы начали говорить про потребление. И знаете, здесь довольно много новостей как раз про потребление. И вот как раз хотелось бы понять про качество этого потребления и рост этого потребления. Вот смотрите, отчитываются банки о рекордных автокредитах апреля 23 года. 110 миллиардов рублей. Дальше. 46 миллионов россиян имеют микрозаймы. Это статистика центрального банка. И параллельно банки начали вводить ипотеку на 30 лет. И вот такое ощущение, там, если мы будем говорить, что мы делали эти там 8, а уже 9 лет, да, то вот с 14 года, что я помню, россияне начали активно брать кредиты. И сейчас, как будто бы, когда вот год прошел, все посидели, посмотрели, вот это вот желание взять кредит на какое-то потребление, оно продолжилось. И, ну, я не знаю, будет ли оно увеличиваться там с какой-то огромной силой, но насколько вот такое потребление, закредитованное потребление страшно для России, в первую очередь, потому что там другие ставки, другие условия, прочее, прочее. И к чему это все приведет? Ну, Богдан, смотрите, человеческая натура устроена таким образом, что хочется всего сразу, сейчас и желательно бесплатно. Кредит – это такая штука, что ты берешь деньги чужие, хотя и на время, да, отдаешь свои навсегда. Поэтому, если есть возможность взять и взять взаимные деньги, что-то купить очень нужное сегодня, отложив расплату на завтра, ну, это вот абсолютно вписывается в человеческую природу. Поэтому не надо этому удивляться, потому что, если есть возможность взять кредит, то и россияне, и американцы, и французы, и немцы, итальянцы и так далее, ну, в общем, все к этому прибегают. Я не знаю, там, в современном мире трудно найти экономику, в которой граждане не берут кредит на цели потребления. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Там несколько лет назад Центральный банк раздувал панические настроения, что закредитованность населения достигает каких-то немыслимых пределов, что вот-вот сейчас что-то такое страшное случится. И для меня все эти разговоры, они выглядели достаточно смешно, потому что цифрами это все не подтверждалось. Более половины кредитов, которые получило российское население, это ипотечные кредиты. Да, то есть кредиты, которые взяты на строительственное жилье, на покупку жилья, первичного, вторичного. И опять, если верить статистике Центрального банка, то не, как сказать, доля плохих кредитов, которым население не платит, она удерживается на устойчивом низком уровне ниже 2%. То есть вот люди, которые берут ипотечные кредиты, россияне, которые берут ипотечные кредиты, они, в общем, принимают достаточно рациональные с их точки зрения решения, и мы видим, что количество необслуживаемых кредитов и их суммы растут крайне-крайне-крайне медленно. Это говорит о том, что россияне хорошо рассчитывают в целом. То есть те, кто берут, они хорошо считают, сколько они могут обслуживать. Поэтому все, что касается микрокредитов, потребительских кредитов, то здесь очень хорошо наблюдается такая цикличность, я бы сказал так, кризисного типа. И россияне постоянно демонстрируют свою врожденную, интуитивную экономическую грамотность. Как только российская экономика движется в том направлении, которое называется кризисом, россияне каким-то чудодейственным образом начинают расплачиваться по своим потребительским кредитам, быстро снижая общую сумму кредитов. А как только экономика показывает признаки оздоровления, россияне это чувствуют и говорят, ну окей, значит можно все брать. Снова брать и снова пытаться потреблять сегодня, не откладывая, делая долгий ящик, тем более, что если откладывать, то можно столкнуться с инфляцией. Поэтому я вот эту статистику о том, что россияне стали брать больше кредитов, трактую как реакцию населения на то, что кризисные ощущения, кризисные ожидания, они снизились. И что да, это не означает, что россияне ожидают какого-то бурного экономического роста, но они точно сегодня не ожидают резкого ухудшения экономической ситуации. То есть бизнес из южуал, да, все, ситуация была зона неопределенности, была волатильность, была турбулентность, сейчас все успокоилось, мы понимаем, что происходит, мы достаточно уверены с нашей работой, мы хорошо понимаем, что будет с нашими доходами, поэтому возвращаемся к нормальной жизни. Я вас понял, давайте немножко про скандалы поговорим, хотя мне не очень нравятся эти темы. Тем не менее, на этой неделе фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального, Мария Певчих из этого фонда выпустила расследование про Бориса Абносова, человека, который руководит конструкторским бюро, которое как раз делает ракеты для российской армии, расследование про его дочь, о том, что Абносов ворует деньги, дочь живет в Чехии, и, в общем, это расследование вызвало, ну, дискуссию бурную, да, кто-то начал критиковать фонд борьбы с коррупцией за то, что, дескать, ну вот зачем вы уличаете коррупционеров, которые создают, там, работают на оборонку, ведь они воруют, значит, оборонка страдает, зачем их как-то уличать в этом. Рассудите, пожалуйста, этот спор. Ой, Богдан, капец, вы хотите перейти на личность. Не хочу переходить на личность, я хочу именно экономику, чтобы, да, коррупция в оборонке, хорошо это или плохо? Значит, ну, все, что я с очень большим уважением отношусь к раскидовской деятельности фонда борьбы с коррупцией, и они в полной мере соответствуют своему названию, все, что они выпускают, да, это такая вот политическая коррупция на разных уровнях российской власти. Значит, если говорить, как это сказать, сухим бухгалтерским языком, то все, что рассказано вот в этом последнем ролике про господина Абносова, это, как говорится, деньги, украденные несколько лет назад. И на текущее состояние российского военно-промышленного комплекса мы не очень понимаем, тот же там уровень коррупции, не тот же там уровень коррупции. Может быть, ему Путин санкционировал то, что он сделал, да, и может быть, он с Путиным поделился, может быть, сейчас там ситуация другая. Поэтому, вот как это, в Киеве Бузина, в огороде Бузина, в Киеве дядька. Да, вот я, мне кажется, что расследование это расследование, а то, что происходит в российском военно-промышленном комплексе, это отдельная история, и здесь информации крайне мало, и, по большому счету, вот ролик ФБК, он нас нисколько не приближает, но, в принципе, и не удаляет, да. Ну, было бы странно, если бы ФБК провел расследование, сказал, слушайте, вы не поверите, мы нашли российскую корпорацию, которая называется там ракетно-таксическое вооружение, где никто не ворует, да. Вот тут бы мы с вами удивились. Вот это был бы сюрприз, да. Вот мы сказали, ну, слушайте, ну, надо же, все-таки есть в российском, в российской государственной структуре, да, есть честные люди, которые не воруют. Вот это было сюрпризом. А то, что там воруют, ну, в принципе, ну, да, воруют. А как, слушайте, вот, ну, то есть в этом плане, как сказать, расследование хорошее, но оно качественно для нас ничего не добавило. Мне кажется, что вот спор, да, конфликт идет вокруг, ну, амбиций, да, и вокруг личностей, что основные усилия ФБК направлены на хорошее, благое дело образования россиян, обучение, рассказы россиянам о том, как устроено коррумпированное пучинское государство. Но это, как бы сказать, это маленькая часть того, что может называться политической деятельностью. Все ждут от ФБК какой-то политической активности, которая была в тот момент, когда Алексей Навальный находился на свободе. А ФБК все больше и больше сдвигается в сторону такого медиахолдинга, расследовательского мердиахолдинга, хорошего медиахолдинга, но все дальше и дальше уходит от политической деятельности. Мне кажется, что интуитивно вот все эти разговоры о том, ФБК сделала не то, или ФБК сделала то, они не учли то, они не те акценты поставили. Связано с тем, что вот комментаторам хочется видеть ФБК как политическую организацию, а ФБК, не знаю, осознанно или неосознанно уходит в сторону вот такого медиахолдинга. Поэтому это такой вот конфликт того, что кто-то делает и хочет там делать, осознанно или неосознанно сдвигается. Поэтому я вообще не вижу здесь предмета для споров. Это оценочное суждение. Те люди, которые говорят, что ФБК занимается не тем, оценивают ФБК политическую организацию. А ФБК говорит, а мы сделали классное расследование, как это у Райкина, к пуговицам претензии есть? Нет. А кто сшил костюм, нас не касается. Поэтому я, честно говоря, меня даже удивляет вот это желание постоянно выяснять отношения, с кем вы мастера культуры. То вы сделали, не то вы сделали, правильно вы рассказали, неправильно вы рассказали. Сделали, хорошо, спасибо. Давайте дальше двигаться. Да, давайте. Я, чувак, сегодня каждый раз натыкаюсь на политику, хотя не очень этого хочу. Ну, видимо, такая у нас дискуссия. Давайте потребительский рынок рассудим. Наверное, да. Тем более, что неделя была наполовину выходной, и экономика в какой-то степени спала, можно сказать. Потребительский рынок, нехватка автозапчастей в России есть, ее видят. И вот чиновник из Центрального банка Илья Смирнов, ой, слушайте, я такое даже сейчас не прочитаю, Госкомзапчасти предлагает вести. Расскажите, пожалуйста, что это такое, как это будет работать мне, человеку, который всего три месяца прожил в Советском Союзе и чувствует, что это что-то вот как раз из Советского Союза. Ну, Богдан, на самом деле надо понимать, что вот этот товарищ из Центрального банка, он является директором департамента страхового рынка. И он вообще-то страховщик, да, и он не автомат, и в том числе в его компетенцию попадает вот страхование по ОСАГО. И он должен принимать какие-то решения, как функционирует рынок ОСАГО, рынок ремонта, страхового ремонта в условиях, когда поступление запчастей в Россию ограничено. Вот что там страховщики обязаны ставить новые запчасти, а у них нету, есть старые. И вот у человека фантазия, что называется, переполняет его, ну, так сказать, понимание ситуации. Да, ему кажется, что вот пожив в той атмосфере Центрального банка, в той атмосфере российской государственной власти, что государство это единственный сведочь разума, что государство может решить все задачи, что государство все знает, все умеет контролировать. Он озвучил идею, которая, ну, с моей точки зрения, практической реализации, практического воплотения, воплотить, воплотить не может. А давайте установим контроль за оборотом поддержанных запчастей на российские автомобили. Ну, то есть это означает, что нужно все российские автомобили пригнать на автосервисы. Каждая запчасть у нее промаркировать, наклеить какие-то электронные датчики. Я даже не знаю, как это заниматься будет, как рюбьем. Ну, мы тоже будем смеяться. Вы слушайте, кому этим заняться, все найдут, да? Вот, соответственно, на каждой из запчастей будет ярлычок висеть, ну, или там микрочип висеть. Соответственно, вопрос, нет, микрочип не будет, потому что непонятно, где их взять. Значит, штрих-код какой-нибудь будет набиваться. Вот, соответственно, после этого нужно будет создать базу данных. И после этого, после каждого ремонта, там, выяснять, куда какая запчасть переехала, какая машина попала в аварию, куда, чего разобрали. Ну, то есть вот человек предложил какую-то совершенно фантасмагорическую идею, да? Вот абсолютно не понимая о том, как живет рынок, что можно, что нельзя. То есть, казалось бы, да, конечно, что там подумаешь, компьютеров много. Там суперкомпьютеры, гиперкомпьютеры, база данных гигантские. Ну, то есть, если собирается центральный банк выпускать цифровой рубль, где движение каждого конкретного рубля будет отслеживаться на всей истории его жизни, а жизнь цифрового рубля бесконечна. Бумажный рубль там истрепится, и, что называется, его порежут и выбросят. А ведь цифровой рубль вы один раз запустили, и он так будет ходить, 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 и вам все эти транзакции нужно будет где-то хранить, да, и учитывать, и всю эту историю выкапывать. Вот человек решил, что, в принципе, можно все, не очень понимая, да, насколько это реализуемо и насколько это вообще целесообразно. То есть, я бы сказал так, в этом интервью слышен крик души человека, который говорит, слушайте, вот я не знаю, чего делать. Российский рынок, автомобильный рынок, ремонта, страхового ремонта на грани коллапса, потому что никаких нормальных запчастей мы получить не можем. И запчасти будут фальшивые, контрафактные, самодельные, самопальные, а это все приведет к росту аварийности. Ну, в общем, как-то с этим надо бороться. А поскольку сказать смело, что для этого нужно выйти из режима санкций, а для этого нужно прекратить войну и подписать соглашение о восстановлении Украины и компенсировать весь ущерб, вот он этого не может, то он начинает фантазировать какие-то такие квази-госплановские идеи, до которых, на самом деле, даже у Госплана не доходило. Ну, там, правда, компьютеры были менее мощными, да, и наладить учет всех запчастей для всех автомобилей было просто невозможно. Я вас понял. И вторая новость потребительского рынка – это сим-карты. Это то, на что вы обратили внимание в своем телеграм-канале. Скажите, действительно ли так страшен дефицит сим-карты для мобильных телефонов? Потому что, ну, как мне казалось, уже есть eSIM. И, в общем, если ты покупаешь китайский телефон, то там, наверное, есть этот eSIM, и можно как-то запрограммировать все это дело, и все, оно будет работать. Ну, Максим, смотрите… Богдан, извините, пожалуйста, я что-то… Ничего страшного. Я вспомнил министра связи, которого зовут Максим Ша… Ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша-ша. Что-то там. Да, вот, смотрите. Вы на министра малого похожи, особенно сейчас. Но ничего, у вас все впереди. Насколько я понимаю, то есть две проблемы. Шадаев, я вспомнил. Два сюжета. Шадаев, да? Вот. Соответственно, первое – это что страна должна быть независимой, информационная структура, система должна быть независимой, и поэтому даже китайские сим-карты, они нас не устраивают. Потому что Китай, конечно, нам друг, но гостайны нам дороже. И поэтому все должно быть отечественное. Вот. Второе, насколько я понимаю, опять, не являясь специалистом, все-таки у сим-карты несколько более широкое применение, чем просто в мобильные телефоны вставлять. Вот. И, по крайней мере, в той заметке, которую коммерсанты, по-моему, об этом писали, там говорилось о хранении данных, о компьютерах, о серверах. То есть там тоже что-то нужно. Да. И, соответственно, вот сказать, что это какая-то суперсовременная технология, нельзя. Потому что эти сим-карты производятся на топологии 90-180 нанометров, что, в принципе, там какая-нибудь компания Apple освоила 20 лет назад. Да. То есть эта компания, эта технология не то, что там вчерашнего, а позавчерашнего дня. Но проблема в том, что выпуск современной продукции, вот его нельзя организовать по приказу. То есть это получается, что вам нужно наладить, не знаю, проектирование, компьютерное программирование, софтверное моделирование. Вам нужно оборудование какое-то искать, которое вам никто не будет поставлять, кто будет все эти сим-карты штамповать. И выясняется, что вот там те сотни миллионов долларов, которые были зарыты в зеленоградский кластер, они, в общем, только на словах могут что-то производить. Да. То есть выясняется, что мощности совокупного вот этого завода Micron в Зеленограде, они обеспечат, возможно, производство 20 миллионов сим-карт, при том, что экономике нужно от 70 до 100 миллионов. А самое главное, что участники рынка говорят о том, что вообще-то не факт, что все эти сим-карты будут совместимы с современными информационными системами, что они будут работать безотказно. И пока никто не горит желанием их внедрять, потому что никаких экспериментов, ну, то есть их просто не существует, и проверить, работоспособные они или не работоспособные, никто не может. Ну, вот, поэтому, знаете, как это? ЕСИМ, конечно, вещь хорошая, но если бы Россия выпускала свои мобильные телефоны со своими ЕСИМами, то, наверное, министр связи и Федеральная служба безопасности, они бы успокоились. Проблема в том, что мобильные телефоны с ЕСИМами, без ЕСИМов, они выпускаются в Китае, и поэтому это не является решением той задачи, которая информационной безопасности. Вот, что будет, с интересом будем наблюдать. С интересом будем наблюдать, потому что все это случится, там, уже в 2024 году, когда экономика реально будет нуждаться в этих СИМ-картах, которые никто не собирается произвести. Даже вот, там, 20 миллионов вместо 70, мы понимаем, что каждым, там, двум из трех ничего не достанется. Как будет жить российская экономика? Ну, Центральный банк, надо спросить, что они там в прогнозе? В прогнозе они показывают на 2024 год бурный экономический рост. Ну, вот, наверное, это и станет его причиной. Отсутствие СИМ-карт, переходим. А, у нас тогда Ростелеком начнет снова устанавливать аппараты с фиксированной связью, вот эти вот таксофоны. Ну, собственно говоря, да, наверное, экономика начнет гости после этого. С каждым днем все интереснее и интереснее. Спасибо вам большое. Это был Сергей Владимирович Алексашенко. Спасибо вам за разбор. Действительно, будем в следующих выпусках наблюдать, что происходит с Россией и с ее экономикой. Спасибо большое, Богдан. До новых встреч. До свидания. Это была программа «Курс» по традиции в конце программы. Я попрошу вас, поставьте, пожалуйста, лайк этому выпуску, подпишитесь на YouTube-канал Ходорковский. Live нас уже больше 1 миллиона человек. Пишите свои вопросы, пишите комментарии, какие темы вам понравились больше всего, какие меньше. Будем как-то под вас подстраиваться. В том числе, возможно, какие-то вопросы мы пропускаем. Обязательно адресуем их в следующих программах. Ну и берегите себя. Хороших выходных. Всем пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!